23 апреля в Ирнету впервые отметили Международный день английского языка. Целый день игры, конкурсы, викторины. Студенты проверяли языковые навыки на практике, общаясь друг с другом исключительно на языке Шекспира и Байрона. Волонтёры задавали вопросы, связанные с историей и английским языком. Желающих поучаствовать в мероприятиях этого дня было больше, чем планировали организаторы. Оно и понятно, специалист со знанием английского ценится сегодня больше, а в политехе для его изучения возможностей достаточно. Мы сотрудничаем и с языковыми школами. Это и Изискул, и Эврика. Непосредственно наш университет также организует языковые курсы изучения английского, в частности, языка. У нас беспрецедентная программа, также созданная по инициативе нашего ректора Михаила Викторовича. Это инженерный иностранный язык, английский, немецкий. Кроме своей основной специальности, политеховец параллельно может получить диплом переводчика в сфере профессиональной коммуникации. Было бы желание. По мнению преподавателей, просмотр фильмов на языке оригинала с субтитрами – один из действенных способов изучения иностранного языка. На этот раз у студентов была возможность насладиться такими киношедеврами, как «Король говорит», «Война токов», «Игра в имитацию», мультфильмом по мотивам произведения Шекспира «Гномео» и «Джульетта». Я как инженер, я в принципе должна знать английский язык. Но я стараюсь, учу, надеюсь, что я буду хорошо знать английский язык и дотяну до того уровня, чтобы по обмену потом поехать от нашего политеха. Олимпиада по английскому языку – еще одно испытание для любителей лингвистики. Вочный тур из 373 человек прошли только 20, преодолев этапы аудирования и чтения. На собеседование может выпасть любая тема, но, как оказалось, политеховец, в частности будущий инженер-конструктор Виктор Черемных, вполне может обсудить и картину Мунка «Крик». Ведь у знающего английский гораздо больше возможностей. Неплохо было бы устроиться куда-нибудь, где нужны специалисты, знающие два языка. То есть это какие-то, я думаю, более продвинутые производства, возможно. Потому что достаточно много документаций не переводится на разные языки. И зная, допустим, два или более языка, с такой документацией можно вполне работать. Ну, я думаю, что качество такого профессионала, если можно так сказать, в качестве его выполнения работы, оно будет гораздо выше, чем у среднестатистического профессионала. Учрежденный ООН в 2010 году Международный день английского языка в Иркутском политехе планирует проводить ежегодно, дав желающим еще одну возможность подтянуть свой языковой уровень.